Претендентами на получение государственных грантов являются безработные, а также прошедшие краткосрочные курсы по программе Янбек. Грант выдается в размере 200-месячных расчетных показателей. В 2021 году сумма гранта составила 583,4 тысяч тенге, а она выдается единожды. Средства можно использовать только для реализации бизнес-идеи. В текущем году в городе Кокшетау такую возможность получили 83 человека. Из них более 30% – молодежь. На данный момент мы уже выдали 24 гранта для молодых людей возрастом с 18 до 29 лет. Гранты предполагаются для безработных людей. Приоритетными категориями являются представители многодетных семей, люди с инвалидностью, молодежь. Совершенно разнообразные гранты, с разными проектами люди приходят. Это, допустим, в сфере бьюти-индустрии. Парикмахерское дело, маникюр, педикюр, визаж. Также очень популярно пекарское дело. Многие женщины, сидя на дому, допустим, поход за детьми, начинают свое дело. Потом много проектов было доберено в сфере строительной индустрии. Проекты по ювелирному делу, животноводству, образованию также популярны среди акмолинцев. По программе «Бастау-бизнес» граждане смогли пройти обучение и получить сертификаты на развитие бизнеса. К примеру, жительница города Кокшетау Василь Маженова предложила свой уникальный проект по родологии. У меня, значит, проект по родологии. Родологии и психологии. Я хочу проводить тренинги в городе Кокшетау. У нас такого нет. Немногие знают свой род, своих предков. От этого очень многое зависит. Родовые сценарии повторяются через поколение. Мы повторяем там бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек. Если разобрать кинограмму, геносоциограмму, то можно увидеть повторяющийся сценарий. Это можно все исправить, скорректировать. Вот такие тренинги. Я хочу тренинги и консультации проводить. Ввиду завершения программы «Янбек» правительством разрабатывается национальный проект «Янбек-2.0» на 2022-2026 годы, где будут предложены новые подходы и механизмы по поддержке занятости и предпринимательства.